МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала АЛЛАУ новости. В студии Елена Щегельская. И коротко о главном. Пособия для многодетных будут выплачивать по-новому. В правительстве обсудили соответствующий законопроект. В КТЭК распространили сообщение о необходимости и ежемесячно передавать показания горячей воды. В противном случае придется оплачивать не за фактическое потребление, а за среднесуточный расход воды. Болслоли Кенова расскажет подробно. Кустанайские учителя встретили свой профессиональный праздник в его пробегом к Мавзарею от Инсарина. Как это было, расскажет Наталья Басмурзина. Сезон конных скачек официально завершен в Кустанайской области. Как прошло последнее соревнование этого года, расскажет Камила Солкомбаева. Многодетные семьи будут выведены из категории получателей адресной социальной помощи. Сегодня в столице прошло заседание правительства, на котором обсуждался законопроект по обновленной системе назначения пособий. Предполагается, что многодетные семьи будут получать государственные выплаты независимо от доходов. А сама адресная помощь станет только временной поддержкой для других категорий казахстанцев. Подробнее о нововведении расскажет Камила Солкомбаева. Сегодня на заседании правительства обсуждался целый ряд нововведений для назначения адресной социальной помощи. Одним из главных должно стать исключением многодетных семей из категории получателей АСП. Министр труда Биржан Нурмбетов предложил назначить многодетным семьям господдержку вне зависимости от уровня их доходов. Это признает авторитет многодетных матерей, повысит их материальное благополучие. Новое государственное пособие многодетным семьям предполагается установить в дифференцированных размерах от 42,5 тысяч до 73,370 тенге. Размер нового пособия будет напрямую зависеть от количества детей в семье. Многодетные матери с четырьмя детьми будут получать 42,5 тысячи тенге. С пятью детьми 53,125 тенге. С шестью детьми 63,750 тенге. И с семью детьми 73,375 тенге. В Минтруда пояснили, что эти семьи могут также получать АСП. Но только если после назначения пособия все равно остались в статусе малообеспеченной. В целом же АСП станет только временной поддержкой малообеспеченных жителей. По новому законопроекту адресная соцпомощь будет назначаться ежеквартально. А требования для ее назначения будут ужесточены. Это будет исключать в случае злоупотребления получателями АСП возможность скрывать свои доходы. С другой стороны, среднедушевые доходы семьи не всегда меняются в сторону улучшения. Зачастую они могут и уменьшаться. При ежеквартальном обращении за назначением АСП размер назначенной АСП может увеличиваться. По словам министра, размер АСП будет определяться для всех членов семьи, как разница между чертой бедности и среднедушевым доходом. Но если в семье есть трудоспособный гражданин и он отказывается от трудоустройства, то все члены его семьи теряют право на АСП. Матерям, занятым уходом за детьми, предлагается предоставить право участвовать в активных мерах занятости по достижению ребенком трехлетнего возраста. Важно правильно донести до населения смысл представленных нововведений. Поручаю Министерству труда и соцзащиты населения совместно с Акиматами организовать широкомасштабную и качественную разъяснительную работу в регионах. Наши граждане должны знать, что все, кто нуждается в помощи, были и останутся под защитой государства. Оскар Мамин поручил профильному ведомству до конца октября подготовить полный пакет изменений в законы для последующего принятия в парламенте. Все эти меры должны вступить в действие с 1 января 2020 года. На предприятии КТЭК объявили о новом методе начисления оплаты за горячую воду. Он будет касаться тех жителей, которые не передают ежемесячно показания горячей воды в абонентские отделы или контролерам по WhatsApp. Таким абонентам будут приходить счета не за фактическое потребление, а за так называемый среднесуточный расход. Насколько законно такое новшество, выясняло Булфло Аликенова. В коммунальном предприятии КТЭК распространили сообщение о том, что каждый потребитель обязан ежемесячно передавать показания горячей воды. В противном случае платить придется не за фактическое потребление на приборах учета, а за среднесуточный расход в прошлом месяце. Причем перерасчет по фактическим показаниям будет возможен только после обследования и снятия показаний водомера контролером КТЭК. Теплокомпания просит кустанайцев ежемесячно передавать показания счетчиков горячей воды. Сделать это можно по WhatsApp 8747 586 0805. Каспи кошелек, сайт КТЭКа через контролера, пришедшего к вам. Однако не все кустанайцы имеют возможность передавать показания посредством приложения WhatsApp. Сейчас оплачивали. Вам задавали какие-то вопросы? Я сама задала вопрос, когда прочитала о том, что нужно передавать показания счетчиков на горячую воду. Вы знаете, это абсурд полный. Надо WhatsApp, надо фотографировать. Я хожу каждый месяц и плачу. Вот у меня телефон выльница, у него нет камеры, она мне не нужна. И мне достаточно, он мне нужен для связи, а не для того, чтобы фотографировать счетчики и передавать. Иногда у меня интернета нету. Мне неудобно по WhatsApp. Я счетчик, цифры снимаю и прихожу здесь, плачу. Абоненты помоложе осваивают новые технологии при оплате коммунальных платежей. В WhatsApp, ну, там каждый раз телефон меняется, теперь через сайт начала сбрасывать. Умеете, да, пользуюсь? Умею. Мы обратились в КТЭК за разъяснением, где нам так и не прокомментировали свое ноу-хау. В департаменте по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей по Кустанайской области узнали о новшестве КТЭК из наших уст. Специалисты проверили информацию и сообщили, что этот вид услуг не регулируется их ведомством. Однако они уже обратились на предприятие с просьбой удалить объявление о необходимости передачи показаний посредством приложения WhatsApp. Точку поставили в обществе защиты прав потребителей. Такие требования в нашем законодательстве не прописаны. Такое требование ущемляет права потребителей, в котором в том числе относятся это пенсионеры, малоимущие, люди преклонного возраста, у которых нет навыков пользования интернетом, гаджетами. То, что требует теплосить, это незаконно. Проверять показания счетчика вправе только контролеры. Хамзан Руписов, Монарбек Осколов, Балсло Ликенова, РТН. Другим темам. Покушение на изнасилование 11-летней девочки предотвращено в Кустанае. Нападавшего совместно задержали полицейские и прохожие. Пострадавшего ребенка доставили в больницу, а злоумышленника в следственный изолятор. Подробности происшествия рассказали на специально организованном брифинге в департаменте полиции Кустанайской области. О преступлении, которое было совершено 2 октября в Кустанай, рассказал начальник северного отдела управления полицией города Жен-Серик Хасенов. Как он отметил, содействие в раскрытии оказали несколько кустанайцев. На пересечении улиц Алтенциарина-Назарбаева неустановленный парень напал на несовершеннолетнюю девочку и наносит телесные повреждения. В течение нескольких минут следственная оперативная группа подъехала на место происшествия и на месте происшествия была обнаружена девочка с телесными повреждениями. На лице имелись телесные повреждения. Очевидцы подсказали, что нападавший убежал по проспекту Назарбаева по направлению к Табулу. Через несколько минут он был задержан прохожими и сотрудниками патрульно-постовой службы. 28-летнего безработного, не имеющего определенного места жительства мужчину, отправили в изолятор временного содержания. Уголовное дело решили возбудить по статье покушения на изнасилование несовершеннолетней Уголовного кодекса Казахстана. На месте происшествия находилась очевидец данного преступления. И вот эта женщина, она обнаружила само нападение и предотвратила дальнейшие последствия. Он успел только напасть на нее. И вот при самом нападении там уже вмешались гражданские лица. Тяжесть нанесенных девочке телесных повреждений устанавливает экспертиза. Также проведены экспертизы по проверке состояния злоумышленника в момент совершения преступления, который, кстати, состоит на учете как токсикоман. Результаты их появятся позже. Всех людей, которые помогли предотвратить преступление и задержать злоумышленника, полицейские обещают поощрить. Диара Ахмечин, Виталий Луговской, РТН. Несколько человек пострадали в дорожно-транспортных происшествиях на улицах Кустаная в минувшие выходные. В одном из случаев при столкновении двух автомобилей погиб 55-летний мужчина. Это произошло вблизи микрорайона аэропорт. Подробнее об этом, а также о двух ДТП в центральной части города нашей рубрики «Коротко». Два происшествия с транспортом попали в объектив камер очевидцев, и они прислали нам снятое видео. 5 октября в центральной части Кустаная столкнулись автомобиль и мотоцикл. Столкновение произошло на перекрестке улиц Гоголя и Алтенсарина. Водитель легковушки совершал поворот налево, и в это время в него врезался мотоцикл, который двигался по прямой. Пострадал мотоциклист. Второй участник аварии вызвал скорую, которая увезла пострадавшего. В медицинскую машину, по словам очевидцев, он сел самостоятельно. 6 октября около 13 часов на перекрестке улиц Таульсс ДК Рбекова 68-летний водитель, управляя автомашиной Hyundai Solaris, не уступил дорогу и совершил столкновение с автомашиной Lada Granta под управлением 26-летнего водителя. В результате ДТП пассажир автомашины Lada Granta получил телесные повреждения. Начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба департамента полиции области. В тот же день в районе 17 часов на проспекте Абая сгорело такси. Очевидцы сообщают, что возгорание произошло в движущемся автомобиле. В салоне находился только один водитель. Очевидно, он ехал на вызов. Мужчину увезла скорая помощь. Полицейские оцепили участок проспекта. Очевидцы предполагают, что машина работала на газе. По их сообщениям, до приезда пожарных к месту ЧП были слышны три хлопка. И уже в 20 часов 17 минут на улице Уральской произошло смертельное ДТП. По данным сотрудников полиции, 55-летний водитель, управляя автомашиной марки АК, выезжая с АЗС, не убедился в безопасности движения и не уступил дорогу автомашине Mercedes под управлением 28-летнего водителя. Автомобили столкнулись. В результате столкновения водитель автомашины АК от полученных травм скончался на месте происшествия. Начато досудебное расследование. После рекламы мы продолжим рассказывать о событиях. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова